итак дорогие друзья вы на канале галина коломейка кройка и шитье мы продолжаем за обзор летней одежды сегодня не только посмотрим на наши платьица но и посмотрим на разберем кому что идет и что идет конкретно для полной фигуры от чего ли следует нам отказаться и вот на первой нашей картинке пожалуйста платье слева беспроигрышный вариант потому что она успокоена вот как бы такой жилеткой которая имеет очень длинные разрезы видите жилетка тире фартук я бы так сказала может быть я бы еще больше открыла проймы вырез по груди для того чтобы было нижнее платьице видно многослойность она давно в моде и она всегда в моде она будет оставаться в моде и здесь как раз выделен вот этот вот ветер вертикальная линия четко темно-синяя или создан вытянутый прямоугольник она довольно таки длинная видно что барышня у нас не худенькая поэтому используйте девочки вот такой вот прием если вот такую модель такой фасон если вы хотите быть постройнее вторая наша картинка продолжение первой потому что здесь тоже создается вертикальная линия за счет однотонного основного платья и видно что в бок как бы вставляется клин из другого материала с ткани компаньона для того чтобы выделить подчеркнуть вот эту самую вертикальную линию и не сделать наше платье каким-то скучным если на худенькой фигурке может быть достаточно широкая внизу то для полненькой фигурки от этой ширины старайтесь избавиться и то есть не делайте слишком широкое платье внизу если у вас фигурка полненькой убавляйте вот это раскрешение делайте более прямым а то иногда и практически овальным ну и третья фигурка любимый тренд сегодня это платье в романтическом стиле конкретно здесь платье на запах видите да что и и завязывается это здесь на поясок запах причем делается очень глубокий большой по талии порядка двадцати пяти я бы сказала сантиметров зависит от размера конечно но смотрите доходит почти до бокового шва будьте внимательны смотрите вот на это если будете шить подобное платье на запах они делаются в данном случае это прекрасный вытянутый прямоугольник не очень пестрая яркая какая-то ткань без крупных рисунков и она вас никогда не забьет не убьет и будет все красиво и будет подчеркивать ваши достоинства еще один тренд сегодняшнего времени это вот эти вот многоярусные юбки бесконечные оборки использование вот таких вот романтических каких-то мелких деталей рюшечек всего-всего рассмотрим на нескольких примерах но юбка трехслойная это само собой мы про это уже и раньше говорили это стоит использовать шитья сейчас очень много продается вот здесь вот шитье красивая недостаток его только в том что нужно делать подкладочку а подкладочка это уже не слишком будет жаркое платье она уже будет просто на теплую погоду что мне здесь хотелось заметить вот посмотрите на первую модель ваши плечики переходят в бантики то есть вот этот прием можно использовать абсолютно всем зона бретели очки отливчика будет у вас закрыта конечно вы не будете делать может быть вот такую открытую спинку как здесь но и неважно но вот этот прием когда вы свои плечевые ли им плечики вы не обрезаете а продолжаете наверх а потом завязывайте их в либо бретели очки какие-то они просто у вас свисают и прикрывают часть руки либо они у вас на бантик вот на такой кокетливый завязываются все равно как но это очень интересный не не сбитый прием который сегодня можно использовать за счет которого можно обновлять наши гардероб и наши какие-то идеи модели чтобы не повторяться вторая картинка такие платья могут быть как длинными так видите и короткими кому это идет да и здесь я бы хотелось чтобы посмотрели найти маленькую оборочку которая идет по рукавчику пройма достаточно сильно вырезана и тут так называемые крылышки которые вот немножечко ее обрамляют подчеркивают кокетливость вот такую создают тоже очень сегодня тренд большой на это вот на эти крылышки делайте их вот примерно так у себя тоже применяйте можно простое платье шить добавить вот такие крылышки и все вы уже в тренде сегодня дальше бретельки и по бретелькам тоже на третьем платьице пришиты вот такие вот крылышки минимальный объем по линии груди можно сделать а-образный силуэт если вы полненькая например да не отрезать по линии талии сделайте просто немножко расклешенное книзу и закончите свой низ вот такой вот оборочкой в любом случае за счет тяжести ткани за счет длины она у вас обязательно вытянется будет очень достойно и очень пойдет даже всем всем абсолютно из не исключая если оно будет том случае она будет очень длинным вот такая вытянутая спокойная картина и крылышки по бретелькам модные детали ну конечно модно и модно и выгодная для полненькой фигурки слева картинка посмотрите на нее да когда опять же имитация многослойности у вас идет и вот эта верхняя как бы блуза которая на самом деле является платьем она открывая часть нижнего платья создает вам вот такую вот вертикальную линию и опять это все работает на уменьшение объема но повторяю для полной фигурки не увлекайтесь шириной юбочки внизу следующее платье здесь очень характерны опять же тренды как будто оно взято целиком из 80-х годов посмотрите стоечка с оборочкой стоечка переходит в бантик манжетики с оборочкой внизу оборочка и по талии как будто пришита резинка и опять же поясочек которые вот так вот с оборочкой что взять для полненькой фигурки от этой модели это все тренды сегодня и вот такая вот ароматическая ткань не однотонная спокойный цветочек всего тут два цвета преобладают это не то что там много цветов клумбу она вас превращать не будет для полненькой фигурки смотрите платье с бантом сделайте себе в-образный вырез чтобы удлинить шейку да и какой-то небольшой воротничок хому там допустим шалевый воротничок или просто ленточку вот эту и она переходит в бант на уровне груди и у бантика делайте более вытянутые вот эти вот концы для того чтобы создавалась опять же вертикальная линия если это будет выполнено в однотонном цвете будет еще лучше может быть у вас бантик будет выполнен из ткани компаньона обратите внимание на рукавчик рукавчик плечо укороченное на грудную вытачку можно перевести в кокетку попли в кокеточку маленькую которая идет по плечу и этот рукавчик плечико укороченная а головка рукавчика наполнена это могут быть как защипы какие-то да она расширена она удобна на комфортно или просто там тоже сборочка такая же как внизу рукавчик выполнен с помощью параллельной раздвижки но такой длинный рукав и такой широкий манжет для полной фигурки я бы не делала рукавчик надо три четверти манжетик надо делать поуже чтобы вертикальных вот таких широких акцентов на рукавах тоже у вас не было силуэт платья слегка раскрешенной к низу не надо так много оборок по талии нам да и низ опять оторочен какой-то оборочкой это пожалуйста можно и без нее обойтись а можно и ее использовать если вам хочется если это шифон потому что она все равно вас опадет но помните что на прозрачных тканях нужен чехол а чехол это уже не такая жара и еще тренд который сохраняется обратите внимание на ножки это сапоги конечно понятно раньше мы так не носили но сегодня это носится но ведь не кроссовки понимаете не надо кроссовки надевать вот с таким романтическим женским платьем затем рядышком я хочу показать та же самая тема это оборочки посмотрите как кокетка кокетливо завершена вот этими вот оборочками очень чистенькое такое платье опять и ну двухцветное практически да и опять те же самые элементы и головка на рукавчике и сам рукавчик пошире это все создает комфорт удобство ну а делать отрезное талии отрезное по талии или не делать это уже ваш выбор мы уже про это поговорили слева платьица в стиле барышня крестьянка я бы так его назвала очень характерные сегодня приемы та же самая оборка внизу очень по фигурке лиф в данном случае он выполнен с помощью нитки резинки весе поэтому растягивается и может быть очень достаточно комфортным для вас широкий рукав фонарик который сделан на основе рукава реглан потому что плитчиков практически нет сразу начинается тут резиночка видимо и идет вот этот рукавчик очень очень кармашки в боковых швах очень типичный для сегодняшнего дня вот такой вот тренд это именно рукава фонарик ну а теперь и платье в целом нам очень нравится конечно на ногах какие-то босоножки но в отнюдь не кроссовки но вот а платье справа мне не нравится почему потому что одно очень сильно делит горизонтальными линиями яркие горизонтальные акценты это и пояс который делит нашу фигурку в горизонтальном плане если талия не такая тонкая это будет ужасно и вот это вот очень ярко выразительно нижняя оборка цвет нижней оборки что ее сделали голубой на мой взгляд если они хотели ввести голубой цвет сюда я бы оставила оборку и голубого цвета я бы сделала пуговки и не делала бы платье отрезное по талии похоже оно такое и есть да то есть оно вот такое до бедер по фигурке идет с небольшими прибавками там по груди 3 сантиметра по талии 3 сантиметра по бедрам 2 3 сантиметра да и дальше две оборки и убрала бы совсем пояс или если у вас стали тоненькая сделала бы его из основной ткани и было бы два цвета а здесь посмотрите и голубой и бежевый как основной да и пуговочки какие-то коричневатые и еще и пряжка черная то есть вот здесь два цвета было бы хорошо а третий цвет а еще лучше если это было бы просто платье одного цвета либо голубого либо бежевого уже неважно какого и тогда бы и пояс был незаметен ну и какие-то пряжка допустим и пуговицы были бы из какого-то второго цвета а так хорошо английский воротничок рукавчик вот такой вот такая застежечка до бедер не надо никаких замочков целом хорошо но недостатки очень бросаются в глаза для любой фигурки дальше я уже показывал слева платишка запахом пожалуйста и полненькие худенькие шейте принимайте применяйте этот прием на следующем платишке кокетливые оборочки девичьи по горловинке и внизу рукавчика тоже очень стильно очень забавно на третьем платье такая же картинка не будем повторяться а вот и прибавки по груди здесь маленькие у второго у третьего платья это буквально 2-3 сантиметра а вот четвертая платьица уже интереснее посмотрите вводится асимметрия то есть на нижней юбочке во-первых лиф выполнен с асимметрией да очень удачное сочетание ткани компаньонов цвета шляпки волосиков образ целом прекрасный и оборочка она не проходит по всей ширине юбочки а боковая часть как будто сделана из другого изделия взята сюда но это тоже сегодня тренд пожалуйста используйте этот тренд то есть равна великость равна разные уровни вот этой оборки они тоже сегодня работают замечательно вот это платьица вы скажете говорим вроде бы о полненьких а показываем вот таких худеньких да ну что если в первых случаях мы говорим мы показывали платьица где просилась подчеркнуться талия а талия подчеркивается в на жару не всегда комфортно и удобно даже если она у вас есть поэтому опять же посмотрите сюда сарафан русский стиль русская вот такая мода сарафан доходит и вот этот верхняя часть кокетка сарафан она доходит до выступающей точки грудной железы в линию кокетки можно спрятать на грудную вытачку прибавку по кокетке не надо делать большой в области груди делайте сантиметра два три потому что видите у нее уже лишнее там торчит под мышкой не очень хорошо используйте вырез каре используйте вот такие крылышки а когда у вас вот эта кокетка вы не делайте низ таким широким вы сделаете драпировочку допустим по центру как бы на животик немножко дальше либо прямо сделайте либо даже какой-то легкий овал либо чуть-чуть раскрешите книзу и сделайте нужной вам длины построится вытянутый прямоугольник будет и отвечать вот этим всем трендам сегодняшнего дня и не будет вас полнить и будет вам если выполнить из льна из муслина из какой-то хэбэшной морлевочки чем муслин фактически является то на жару в отпуск прекрасно будет вам легко хорошо и удобно и стильно применяйте вот такие вот детали вот это беспроигрышный вариант ну конечно это платье надо шить тем у кого есть талия кого позволяет в общем-то фигурка здесь они немножко перемудрили сделали обратите внимание поясочек сделан подогнаны все клеточки друг с другом по центру дальше нагрудная выточка и и скорее всего нет это на основе плоского кроя сделано она ее просто нет и лишняя прибавка по груди в данном случае 5 6 7 сантиметров может быть и вот такой вот спущенное плечо на основе базовой конструкции без нагрудной выточки можно это построить да и все это собирается потом вот этим поясочком по линии талии дальше они еще один поясочек вводят еще делают кармашки прорезные с листочками но они так безупречно это все выполнили что мат нам это практически не видно второй пол поясочек который лежит от талии вниз вот хорошо это видно на спинке как показана спинка да я сделать вам не рекомендую просто оставьте там талиевые выточки и ничего плохого у вас не получится но дальше юбочка длинненькая слегка зауженная к низу и вот при таком расширенном силуэте при таких вот при таком V-образном вырезе это будет безупречно это будет просто бомба для того чтобы вы были прекрасны это если у вас фигурка конечно позволяет длинные ножки не широкие бедра и это будет очень и очень здорово вернемся к полненьким фигуркам но вот вам вариант полненькая фигурка здесь у нас линия талии завышена дальше идет одна оборочка потом идет другая оборочка рукавчик в точной и оборочка поддерживается вот такой оборочкой на рукаве я бы побольше немножко открыла вырез ну остальное все мне достаточно нравится длина вытянутый прямоугольник узнается длина небольшая смотрится хорошо то же самое практически сделано на картинке справа но мне хотелось вам показать что они вот эти оборочки здесь подчеркнули вот этой отделочной тесьмой но с чем я не согласна потому что они создали три вертик горизонтальных вот таких вот линии которые очень очень не украшают нашу фигурку и она сразу кажется полнее вот то вот тот элемент который сегодня модно когда те же оборочки пришиваются на разном уровне посмотрите слева картинка пожалуйста разнообразие свой гардероб применяйте вот такую вот тему очень чистенько посмотрите как здесь сделаны красные туфельки совершенно не сочетаются с платьем да они объединяются с вот этой брошечкой которая наверху сделана да то есть поддерживаются вот этой брошечкой и очень все лаконично гармонично и разумно бантики я по рукавам наверное не стала бы делать но это уж как говорится ваше дело потому что это уже перебор очень яркий акцент внизу я думаю его было бы вполне достаточно и картинка справа чем она мне понравилась во первых конечно же своим лаконизмом да можно здесь сделать пошире рукавчик потому что этот рукав вряд ли комфортен можно его сделать до локоточка слегка закрыв этот локоть и сделать его просто более широким тогда она станет и поддерживать вот этот вот силуэт чуть-чуть расклешенной книзу образный да нет ни одной горизонтальной линии и смотрите по центру просто заложена встречная складка глубокая хорошая встречная складка именно ее мне хотелось здесь вам показать потому что даже на любом простом платье вытачку переведете в боковые швы по центру сделаете вот такую складочку если у вас есть какие-то животики которые вам хочется скра не показать никому чуть приталить и в боковых швах при этом может быть даже чуть приталить и по спинке и сделайте вот такую складочку впереди впереди уже приталивать ничего не надо будет вам очень очень хорошо и всем это пойдет и мне очень нравится вот это стилевое решение хотя к оборочкам она не имеет отношения но попалась и попалась поэтому я решила вам это показать вот еще два примера первый пример посмотрите но как бы полненькая женщина нам его демонстрирует качели кокетки вот такие платье шифона рукава крылышки применена лучевая раздвижка когда вверху они ровненькие плечики наверняка здесь есть на подкладке полочка и спинка да и внизу два небольших вот таких вот валанчика очень лаконичное хорошее правильное платье очень правильное платье и посмотрите та же самая фигура те же самые кокет очки овальные которые идут куда-то в пройму и тоже коротенький рукавчик и такой же сердечком вырез но перерезали талию вот таким вот красненьким поясочком понимаете и все она пропала она уже не выглядит девушка у нас уже не выглядит так выигрышно как выглядит на первой на левой вот этой вот картинке тоже если талии тоненькой у вас нет пожалуйста вот этот прием можно было сделать поясочек но его надо было делать таким же вот в цвет нашего платья чтобы он не являлся ярким горизонтальным акцентом слева полненькая девочка рукава крылышки шифоновое платье и все сливается и мы не видим тут могут быть и оборки тут могут быть какие угодно фасонные линии но и делать здесь абсолютно бессмысленно потому что ничего не видно ничего не видно поэтому если у вас шифон вернее любая цветная вот такая ткань избегайте ее и резать кроить ее как можно проще для того чтобы просто создать ту силуэтную форму которая вам интересно ну и вот справа не могла обойти вниманием тоже вот эту модель полненькая фигурка открытый открытая горловинка открытые ручки открытые ножки небольшая длина и самое главное это платье она у нас о-образного силуэта она слегка заужена к низу ну и добавлены декоративные элементы подчеркнуты вот этими широкими бейками вот такой вот интересной формы рукавами мне оно понравилось и опять же в стилевом решении оно решено безупречно черненькие туфельки черненькие портмоне какой-то ридикюльчик в руках сумочка и все завершает этот образ очень 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 симпатично это платье шейте такое платье должно быть гардеробе у любой женщина у полненькой тем более и будет вам всегда и комфортно и привлекательно и то что надо а вот это вот расклешенное платье книзу она уже смотрится гораздо ну проще что ли да вот это не выглядит так элегантно хотя и краски похожи и все но она длинненькая но да попытались выкинутый прямоугольник создать расклешенное немножко внизу простит вообще вот девочки я ну как то есть такой закон это не я его придумала я его услышала когда проходила тему язык одежды что чем полнее фигурка тем надо больше избегать именно тонких тканей потому что тонкие ткани они идут все-таки типа шифона они идут больше субтильным девочкам с худенькими запястьями худенькими ножками если ваши запястья широкие если щеколотки широкие вам надо избегать вот этого шифона ну уж по остальным причинам тоже слева картинка очень нравится опять двухслойность имитация двухслойности полупрозрачная какая-то сеточка здесь сделано горизонтальный акцент по бокам яркие очень хорошо сделано и по центру поддерживается очень нравится такая модель средняя модель тоже очень нравится вы к скройное шитья две оборки вот эти вот внизу причем они одна на другую накладываются до босоножки почти в тему рукавчик с перебором я считаю ну как элемент пожалуйста используйте открытое хорошее платье и посмотрите на правую картинку тоже оборочка внизу но насколько нехороший образ здесь создан я про него говорила в первый раз и повторюсь еще раз то есть оборка оборки рознь посмотрите и длина и ширина и как это нелепо главное обувь вот это на ногах и как нелепо это все смотрится ну просто я не знаю как не хорошо итак итог используем брюшечки оборочки так чтобы они не увеличивали объема избегаем два квадратика предпочитаем однотонные ткани или ткани с мелким рисунком шифон часто полнит поэтому используем ее пореже вот пожалуй все на сегодня следующая моя тема будет фисташковое платье будем его кроить подписывайтесь на мой канал ставьте лайки с любовью и уважением всегда ваша галина коломейка хорошего всем дня